В этом альбоме собраны фотографии, связанные с центральной улицей Харьковского подола, кооперативной, бывшей Сенной, Рыбной, Берии. В комментариях фотографии мной используются сведения о домах улицы, подчеркнутые из публикации Андрея Фёдоровича Парамонова и Татьяны Викторовны Тихомировой. Дом номер один, дробь 33. Бывшая гостиница «Эрмитаж». Известны и другие названия этой гостиницы. Бельвю, Националь. Как правило, при смене владельца менялось и название гостиницы. Здание было построено в середине XIX века. Автор неизвестен. В 1900 году дом принадлежал жене купца Софии Васильевне Чикиной и её дочерям Ольге и Вере Николаевне. Субтитры создавал DimaTorzok Расположенное на другой стороне улицы трёхэтажное каменное здание выходило своими фасадами на улицу Нерсецкую, улицу Рыбную и Лопатинский переулок. На этом немецком аэрофотоснимке это здание в центре картинки. Во дворе располагались три каменных и один железобетонный сарай. Домовладение с сентября 1902 года принадлежало купцам Николаю Андреевичу Моисеенко и Петру Ивановичу Губенко, которые на втором и третьем этаже содержали одну из лучших харьковских гостиниц «Марсель». В ней была собственная электростанция, очистные сооружения, автомобиль, фотографическое заведение, проходили выставки цветов, выступления знаменитых певцов и музыкантов. В этой гостинице был устроен торжественный ужин для участников 12-го археологического съезда, проводившегося в Харькове в августе 1902 года. На первом этаже здания располагались аптека, скобяной, табачный, калантерейный, кондитерский, рыбный, винные магазины и парикмахерская. Послевоенное время это большое здание начали по частям разбирать. Здесь, слева в кадре, оказался край построенного в 80-е и 90-е годы пятиэтажного здания. А на этом снимке от старого здания уже ничего не осталось. Рыбная 3 В 1900 году дом, построенный в 1880-х годах по проекту архитектора Заручевского, принадлежал жене купца Софьи Васильевне Чикиной и ее дочерям Ольге и Вере Николаевне. В 1910 году домовладения купили мещанин Абрам Моисеевич Кальф и его родные братья, купцы Марк и Гегель Кальфы. В доме на первом этаже располагалось несколько неплохих магазинов. Один из них торговал табачными изделиями, другой – чаем, третий – шорными изделиями. Здесь же были магазины одежды Щеголева и Голубкина. На части первого и на втором этажах располагалась гостиница. В 1920-е годы Кальфы продолжали владеть зданием. Здесь проживали курсистки, студенты, рабфаковцы, которым еду готовила сама хозяйка. Здание на Рыбной 4 было построено в 1880 году. По проекту архитектора Бориса Покровского и принадлежало харьковскому купцу Константину Петровичу Утхину. В этом доме располагался торговый дом Высоцкого, а также бокалейный, канатный, рыбные магазины и чернильный склад. Недобрую славу дому составила размещавшаяся в нем гостиница Харьков, в стенах которой в 1919 году Деникинская контрразведка развернула белый террор, который в нашем городе, по утверждению харьковского историка Эдуарда Зуба, оказался более кровавым, чем печально известный красный террор. После революции, уже в 30-е годы, на Рыбной 4 размещалась гостиница политэмигрантов, в которой жили главным образом испанские семьи. Участок номер 5 в 1914 году принадлежал Сергею Николаевичу Болеву. Домовладение состояло из каменного двухэтажного с подвалом дома, одноэтажных лавок, двухэтажного флигия и каменного одноэтажного сарая. Эти постройки видны на этом немецком аэрофотоснимке. С начала 20 века здесь размещалась женская гимназия общества трудовых женщин и столовая этого общества. На первом этаже были магазины, в том числе магазин шоколадной фабрики Жоржа Бормана, а в подвале типография Шайнберга. В войну дом был разрушен, и на его месте была построена углом стандартная пятиэтажка. На снимке часть этого дома с фасадом на Троицкий переулок. Участок номер шесть. Домовладение принадлежало Троицкой церкви. В нем проживал притч церкви, заштатные служители. Располагалась богодельня и церковно-приходская школа. Здесь было два каменных одноэтажных дома, два каменных двухэтажных дома, каменные дома в полтора и два с половиной этажа, и деревянный сарай. В зданиях, выходивших фасадом на улицу Рыбную, располагались торговые помещения и склады, которые сдавались в аренду. Троицкая церковь Троицкая церковь – одно из старейших зданий Подола. Она была построена в середине XVII века деревянной. В 1758 году была заложена и построена первая каменная, просуществовавшая сто лет. В 1861 году по проекту архитектора Тона построили новую Троицкую церковь по богатству украшений, бывшую первой после собора. В 1920 году Троицкий храм был закрыт. Колокольню разобрали в 1930 году. Долгое время в храме размещалась хлебопекарня. В доме номер 6 в октябре 1920 года Народный комиссариат почт и телеграфов Украины организовал телеграфно-телефонные мастерские по ремонту специальной телеграфной и телефонной аппаратуры. В 1923 году в составе этих мастерских был создан цех по изготовлению радиоусилителей. В 1934 году мастерские были преобразованы в завод номер 14, основной продукцией которого были коммутаторы и телеграфная аппаратура для нужд обороны. 14 января 1992 года храм был возвращен епархией. Вспоминает одна из прихожанок Троицкой церкви. Наш переулок у многих рековчан ассоциировался с запахом горячего свежеиспеченного хлеба. Все прибегали в Троицкий и покупали знаменитые церковные булочки по 16 копеек. Пекарня была в полуразрушенном здании церкви. И пусть сегодня нет в переулке прежнего аромата теплого хлеба, зато мы живем под крылом и защитой отстроенного свято-троицкого храма и надеемся, что переулок наш будет носить историческое имя и называться Троицкий. Сегодня, как мы знаем, и храм отстроен, и имя переулка Троицкий восстановлено. Кооперативная 7. Харьковский колледж Государственного университета телекоммуникаций. Бывший особняк. Здание построено в начале 20 века. Автор проекта неизвестен. Кооперативная 8. Домом, как утверждает харьковский краевед Роман Цойма, владели на протяжении трех поколений купцы Карталовы, с которыми он, Роман Цойма, связан дальними родственными узами. Кооперативная 9. Дом был построен в 1880 году по проекту архитектора Бориса Покровского. Принадлежал потомственному почетному гражданину Ивану Николаевичу Колеву, его братьям Александру и Сергею и сестре Анастасии. На улице Рыбной 10 уже к 1840 году находился дом купца, Петра Андреева, и в период Крымской войны 1853-1856 годов в нем был госпиталь. В 1861 году здесь начали работать параллельные классы первой гимназии, превращенные в 1862 году в третью мужскую гимназию. С 1877 года и на протяжении более 40 лет находился Волжско-Камский банк. В 1910-1912 годах на этом месте строится большой существующий и ныне дом для общества взаимного кредита мелких промышленников по проекту архитектора Илеодора Загозкина. В 20-е годы в этом здании размечалось правление Харьковского центрального рабочего кооператива – ХЦРК. Одна из примет НЭПа – развитие потребительской кооперации. Как написал в своих воспоминаниях профессор Борис Маркович Красавицкий, в ХЦРК на паях состояли тысячи харьковчан. Все они при покупке товаров в магазинах кооператива получали талоны на определенный процент от уплаченных за товар денег. Потом, собрав талоны, наклеивали их на специальные бланки и по ним уже бесплатно могли приобрести продукты и промышленные товары. ХЦРК успешно конкурировал с государственной и частной торговлей. В первом этаже здания располагалась очень хорошая библиотека с отделами для взрослых и детей. Принимали в нее только в том случае, если в семье был член ХЦРК. Этой библиотеке, как пишет Борис Маркович, он во многом обязан своим воспитанием. Ее детский отдел очень много делал для культурного развития детей. В нем работало три литературных кружка для детей разного возраста. В кружках со всей серьезностью проводились обсуждения книг, устраивались литературные диспуты. Помнится диспут по только что вышедшей книге для детей старшего возраста «Клад» харьковского писателя Юризанского, в котором принял участие и автор. Душой всего дела была энергичная, высокообразованная женщина, дочь харьковского профессора-медика Татьяна Александровна Винокурова. Низкий поклон ее памяти за все, что она сделала. Дом ХЦРК и дал новое название «Рыбные улицы» – «Кооперативные». Во время войны дом сгорел, но потом был восстановлен в прежнем виде. Сейчас это здание гидрометеорологического техникума. Дом номер 11 принадлежал купцу Николаю Емельяновичу Серикову. В 1878 году купец Сериков построил большое на полквартала здание по проекту архитектора Томпсона. В него в ноябре 1893 года переехал с Екатерины Славской первый харьковский ломбард. Из дома Кузина, где он был всего два года. В 1990-х годах левый угол здания откололся из-за просевшего фундамента. Его фасад стал беднее на две пары окон. Зданием на углу улицы Рыбной 12 и Подольского переулка в 1880-1901 годах владело городское общество – бывшие Еремеевские лавки. В доме номер 14 располагалось в 1861-1916 годах цеховое общество. Дом номер 16 принадлежал городской управе. А дом номер 18 в 1874-1916 годах – общество взаимопомощи приказчиков. В 30-х годах на месте домов номер 12, 14, 16, 18, 20 и 22 был построен с частичным использованием старых построек современный огромный дом «Харэнерго» по проекту архитектора Тарубарова. В 60-х годах здание было частично надстроено до пяти этажей. Из шести зданий, которые были использованы при строительстве дома «Харэнерго», в альбоме представлено лишь одно – номер 18 – здание Общества взаимного кредита приказчиков. Его фасад и две фотографии интерьеров. Субтитры создавал DimaTorzok В доме, находившемся на углу улицы Рыбной 13 и переулка Петровского 2, с 1869 года на протяжении полувека находилось Общество государственных христиан. Оно же владело зданием, которое не сохранилось. В новом здании, построенном в 1952 году по проекту архитектора Шубина, находится областная библиотека для взрослых. Исчез 15-й дом, на котором в наши дни могла бы появиться мемориальная доска, напоминающая пребывание в нашем городе и нашедшего приют в этом доме, очень популярного в 20-е годы и любимого и в наши дни поэта Сергея Есенина. С 1898 года домовладение принадлежало крестьянину Игнату Борисовичу Картошеву. Помещения сдавались в наем под магазины, конторы, склады и квартиры. Домовладение состояло из одноэтажного каменного дома, четырех каменных двухэтажных флигелей и деревянного сарая. В доме располагались магазины, в одном из флигелей располагалась контора Харитоненко, а в других – склады и конторы магазинов. Также проживали несколько семей. Все сказанное относится к дореволюционным годам, а в 1920-м, когда в Харьков приехали Сергей Есенин с Анатолием Мариенгофом, у Есенина был записанный адрес его харьковского товарища Льва Повицкого – Рыбная, 15. Рассказ о Льва Повицкого Меня друзья давно звали в Харьков. Город и без того мне близкий по студенческим годам. Я приехал в Харьков и поселился в семье моих друзей на Рыбной, 15. Конечно, в первые же дни я им прочел все, что знал наизусть из Есенина. Девушки, а их было пятеро, дочери Лурия, были крайне заинтересованы как стихами, так и моими рассказами о молодом крестьянском поэте. Можно себе представить их восторг и волнение, когда я спустя немного времени неожиданно ввел в дом Есенина. Он только что приехал в Харьков с Мариенгофом, и я их встретил на улице. Конечно, девушки настояли на том, чтобы оба гостя поселились у нас. А те, разумеется, были этому очень рады, ибо мест в гостиницах для таких гастролёров в то время не было. В изложении Мариенгофа сцена случайной встречи друзей и поселения выглядела так. Спрашиваем у встречных, как пройти? Чисти всех сапог, кому-то на хромовом носке ботинка, наяривает полоской бархата с ног сшибательный глянец. Пойду, Анатолий, узнаю, учти, чекали дорогу. Пойди. Скажите, пожалуйста, товарищ. Товарищ на голос оборачивается и, оставив частейщика с повисшей недоумённой в воздухе полоской бархата, бросается с раскрытыми объятиями к Есенину. Серёжа, а мы тебя разве он таки ищем? Познакомьтесь. Мариенгоф, Павицкий. Павицкий подхватил нас под руки и потащил к своим друзьям, обещая гостеприимство и любовь. Миновали уличку, скосили два-три переулка. Но ты, Лев Васильевич, ступай вперёд и вопроси. Обрадуется. Кличь нас. А если не очень, повернём оглобли. Не прошло и минуты, как навстречу нам выпорхнуло с писком и визгом штук шесть девиц. Павицкий был доволен. Что я говорил, а? Из огромной столовой вытащили обеденный стол. И вместо него двуспальный волосяной матрас поставили на пол. Было похоже, что знают они нас каждого лет по десять. Что давным-давно ожидали приезда. Что матрас для того только и припасён, а столовая для этого именно и предназначена. Есть ведь на свете тёплые люди. В этом доме московские гости Есенин с Марин Гоффом жили с 31 марта по 22 апреля 1920 года. На этом, видимо, обзор нечётной стороны улицы можно закончить. Поскольку дома, стоявшие на ней, уже не существуют. Их фотографии, кроме обзорных фотографий улицы, отсутствуют. И сказать о них, кроме фамилии владельцев, нечего. КОНЕЦ КОНЕЦ Два на нечётной стороне улицы, как свидетельствуют послевоенные фотографии, и, к примеру, это, уцелели в войну. Они были снесены в 60-е годы при пробивке Армянского переулка до пересечения с Московским проспектом. В обзоре учётной стороны мы остановились на том, что на месте старых домов от номера 12 до номера 22 в 30-х годах были выстроены большие здания Облэнерго номер 12 и 14. Следующим зданием должен был бы быть дом со старым номером 24. Этот дом купца Ващенкова, построенный в 1887 году архитектором Гиншем, и проект которого в архиве сохранился, угадывается в существующем доме номер 18 с трудом. Дом был настроен на два этажа, а его былые декоративные элементы исчезли. Соседний с ним шестиэтажный жилой дом 18-друг 20 был построен в 1960-х годах по проекту неизвестного автора. Дом номер 20 на Кооперативный, номер 26 на Рыбный, принадлежал купцу Ивану Ващенкову. По завещанию от 10 июля 1896 года дом перешел к сыновьям Петру, Ивану, Виктору и Николаю. А через 22 года, по определению Харьковского окружного суда от 11 июля 1918 года, пятая часть домовладения была выделена и дочери Ольге. Использовалась с наследниками для собственного проживания и своей торговли. Последние годы существования дома отражены в приведенных фотографиях. Дом номер 22. На Рыбный он имел номер 28. Был построен купцом Сериковым в 1880 году по проекту архитектора Томпсона. В каталоге Александра Юрьевича Лейбфрейда автором проекта назван колодяжный. Он же назван автором двух- и трехэтажных домов во дворе дома номер 22, построенный в 1910-х годах. Двухэтажный по проекту дом номер 22 был настроен в 1913 году по проекту архитектора Дашкевича. На этом снимке за домом номер 22 виден обширный двор, застроенный по периметру двух- и трехэтажными жилыми домами, фотографии которых приведены далее. Следует заметить, что по данным Александра Юрьевича Лейбфрейда, этот дом был продан Сериковым или его наследниками Фрейману, развернувшему в 1910-х годах строительство корпусов во дворе. В то время как, по данным Андрея Федоровича Парамонова, домовладение Серикова в начале 1890-х годов было приобретено купцом Ващенковым. В справочнике «Весь Харьков» 1913 года собственником дома указан Фрейман. В этом доме в детские годы жил писатель Израиль Моисеевич Меттер, известный своими повестями «Пятый угол» и «Мухтар», по которому был поставлен фильм. Вот его коротенькое воспоминание о доме в революционные годы. Фантастический двор на Рыбной, 28. Я не помню, каким он был до революции, но и само это понятие «революция» являлось к нам во двор долго и по несколько раз. Во дворе нашего дома стоял пулемет. Он был обращен стволом к подворотне. Ворота заперты наглухо, а в единственном парадном подъезде круглосуточно дежурила самооборона. Пять-шесть мужчин, расставив на нижней лестничной площадке ломберный стол, круглые сутки играли в преферанс. Из самых ранних и наиболее интересных из сохранившихся старых домов на улице Рыбной следует отметить заезжие дома Мясоедова, 30-й и 32-й. Сейчас это номера 24-й и 26-й, построенные в 1840 году по проекту архитектора Тона. В декабре 1842 года в этих домах были открыты гостиницы Григория Щерикина и Анисима Симонова. Во дворе дома номер 30, позже принадлежавшего генерал-лейтенанту Баты Затулю, в 1878 году была фотография Даре, а в 1903-м типография Зильберберга. В доме Иванова по улице Рыбная, 36, в 1900-1901 годах размещалась частная гимназия Григорцевич. В 1911-12 годах был открыт Цыгановым «Синематограф», а в 30-х годах, когда город испытывал нехватку школьных помещений, размещалась 54-я школа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Октябрь 41-го года. На всех основных улицах Харькова захватчиков ждали многочисленные огневые точки и баррикады. Как признавал разведотдел 55-го корпуса «Вермахта», их наличие свидетельствует о том, что изначально противник собирался вести оборону города до последней капли крови. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok